В личной жизни Алексей Воробьев прослыл сердцеедом, и это неудивительно, ведь красота и харизма музыканта привлекают к нему большое количество женщин. Еще одно достоинство мужчины – атлетическое телосложение. При росте 186 см вес составляет 76 кг. Первой любовью певца стала Юлия Василиади, его коллега по ансамблю Услада. Отношения прекратились, когда Алексей уехал в Москву и занялся карьерой. В 2008 году певец познакомился на съемочной площадке с актрисой Анной Чиповской. Он долго добивался расположения эффектной девушки, дарил ей цветы и подарки. Сердце Анны растаяло. Однако отношения долго не продлились из-за взрывных характеров обоих. Во время участия в ледовом шоу «Лед и пламя» популярный исполнитель увлекся фигуристкой Татьяной Навкой, наставницей и партнершей по телепроекту. Но это увлечение не переросло в серьезные отношения. Вскоре Воробьев начал встречаться с актрисой Оксаной Акеншиной. В мае 2011 года пара рассталась, но спустя месяц вновь воссоединилась. Правда, примирение не было длительным, и уже в августе того же года молодые люди разошлись окончательно. Через несколько месяцев в прессе появились совместные фото Алексея Воробьева и певицы Виктории Дайнека. Но и этот роман не увенчался браком, пара рассталась в 2012 году. 12 марта 2016 года на канале ТНТ стартовало телешоу «Холостяк», в котором Алексей Воробьев стал главным героем. За его внимание боролись десятки красавиц, но к удивлению зрителей в финале он не вручил заветное кольцо ни одной из оставшихся девушек. В итоге музыкант ушел с проекта в том же «Холостяцком» статусе, с которым и пришел. В конце 2016 года стало известно, что у артиста новая возлюбленная солистка группы «Динамо» Диана Иваницкая. Влюбленным нравилась атмосфера тайны, они старались не появляться вместе на людях. Друзья утверждают, что Алексей дорожил этими отношениями, но завершились они скандально. Диана изменила Алексея, о чем он сообщил поклонникам в Инстаграме. В 2017 году появилась информация, что у Воробьева роман с моделью и блогером Кирой Майер. А год спустя, во время выступления на «Новой волне» 2018, он поцеловал Ирину Дубцову. Порой СМИ не успевали за любовными похождениями артиста. В июне 2018 года приближенные к певцу люди сообщили, что сердце Алексея вновь занято. Но это никого не удивило. Ведь такой красавец долго в холостяках никогда не ходил. Он начал встречаться с Жакондой Шаникер, с которой вместе снимался в клипе «Миллионер». В 2020 году девушка Алексея Воробьева стала Наталья Зубарева, доктор, превентивный и функциональный медицинный диетолог. Более того, СМИ сообщают, что они тайно расписались. Сначала влюбленные никак не комментировали слухи, однако папарацци удалось запечатлеть их в одном из отелей Лос-Анджелеса. И известно, что избранница Алексея ранее уже была замужем и воспитывала двоих детей от прошлого брака. В декабре 2020 года Наталья опубликовала фото, на котором видна изменившаяся фигура, а оказалось, что Зубарева беременна. Впоследствии Алексей высказал в одном из интервью, что его сердце абсолютно свободное. И у него нет жены, а также призвал поклонникам не доверять новостным СМИ. Малыша, родившегося в феврале 2021 года, судя по снимкам, из счастливой матери предполагаемый отец не встретил. Ситуация получила интересное продолжение. Мать артиста стала выкладывать фото со внуком Лео. Поклонники были уверены, что речь шла о сыне певца. Сам же Воробьев по традиции никаким образом не проливал свет на данную ситуацию. О немногим позже стало известно о еще одном внебрачном ребенке звезды Татьяна Челышева, Некогда сражавшаяся за сердце холостяка Ильи Глиникова дала понять общественности, что воспитывает сына от российской знаменитости. Мальчик по имени Адам был рожден в США, а отчество ему мать дала отца. Тем не менее, судя по высказываниям Шелл, она благодарна Алексею за сына. Сейчас Алексей продолжает хранить молчание относительно своего наследника, однако он присутствует в жизни сына. Татьяна часто публикует фото Адама с папой, благодаря артиста за наследника. При этом девушка не дает поводов подозревать их в романтических отношениях.